Андрюша, подойди, возьми салатовый коврик, салатовый, молодец. ЭБИ-терапия это не просто какая-то академическая методика, это способ взаимодействия взрослого с ребенком и этот способ можно реализовывать и в рамках музыкальной терапии, сенсорной интеграции, в рамках любого занятия. То есть это способ общения, где взрослый понимает, что нужно корректировать, какие реакции нужно формировать у ребенка и он работает все 24 часа. То есть родители, которых мы обучаем, как нужно взаимодействовать с ребенком, овладевают в результате этим способом коррекции и они довольны на сегодняшний день успехом, потому что мы понимаем, это не 45 минут, это не 2 часа, это все 24 часа. Это способ жизни, где родитель умеет контролировать поведение ребенка, делает это так, чтобы вывести его на новый уровень его развития. Песня, танцы, хороводы, логаритмика, психомоторика, пальчиковые игры, музыкальная сказка. Все эти формы на ежедневной основе позволяют добиться успеха. Здесь мы оцениваем возможности каждого ребенка, как он воспринимает этот мир через все сенсорные системы. Это зрительная, это слуховая, тактильная, обонятельная, вкусовая, проприцептивная положение тела в пространстве и вестибулярная. Учитываем все эти особенности и исходя из них можем правильно формировать педагогическую модель коррекции для того, чтобы удовлетворить потребности каждого ребенка. Вот, например, у Вики пояс сенсорных ощущений тактильных. И в процессе наших занятий мы используем и вестибулярную стимуляцию гамаки, и даем различные текстуры, которые позволяют ей получить максимальное удовлетворение, максимальное насыщение. Викош, давайте в мяч там тоже. После вестибулярных упражнений, качаний, балансиров, виброподформы, ребенок успокаивается и легче проводить уже педагогическую коррекцию. В первую очередь начали учить родителей, а не ребенка, как правильно себя с ним вести, как правильно строить занятия, как добиваться нужного результата. Это было самое первое открытие, с которым мы столкнулись. Дальнейшее, что мы здесь конкретно получили? Всесторонняя поддержка. Это комплексный подход. Здесь и сенсорная интеграция, и занятия в группе, социализация, и занятия в мелкую моторику, занятия музыкальные. Это такой комплексный подход, и все в одно место. Сейчас мы понимаем, что за три месяца прогресс просто колоссальный. Появилась социализация, появилось желание изучать окружающий мир. Появилась речь. Когда нужно сказать сложносочиненное предложение, он может его повторить, может его выполнить, он его понимает. Он слушает наши просьбы и без труда их выполняет. Результат он виден и после первого заняться, однако длительный результат появится тогда, когда родители будут сами выполнять нашу работу. Наша задача – научить, в первую очередь, родителя работать с его собственным ребенком. За это время все дети, с которыми мы работаем, становятся практически своими собственными родителями, становятся лучшими друзьями. Дети становятся тоже близкими друзьями, практически роднёй. И это здорово, это очень приятно. Это какая-то наиболее благодарная работа. Удовлетворение от того, что мы помогаем, мы строим, мы лепим какие-то навыки, новую личность. Совершенно очень, наверное, благодарна и ответственна.